все, кто участвовал в недавнем нападении. Не хватало лишь окотников, которые должны были ждать нас в порту. Подплыть близко к берегу казалось правым, поскольку там было пришвартовано огромное количество кораблей. Мы спустили на воду Ял, но в него не могло влезть много народа. Даже Арагону пришлось оставить на корабле. Те своим помощником отправился с нами, чтобы уладить какие-то свои дела. Отплывая от обновленного корабля, я увидел, как что-то серое размером с мешок полетело в воду. Вскоре я увидел собачью морду. Эта Арагона плыла за нами. Ей действительно не сиделось на месте, и она кинулась за хозяйкой. Мы вытащили ее из воды и отправились к нашему сараю на берегу, в котором должно было уже лежать вооружение для корабля. На берегу было полно людей, среди которых попадались и пираты. Мария спустила поля шляпы на лицо, стараясь быть неприметной, хотя ее необычный наряд больше вызывал любопытство и привлекал внимание, чем хотелось бы. Пройдя по причалу, мы просто не узнали порт. Все было заставлено бочками, ящиками, клетками с мелкими животными. Целый лабиринт. Здесь уже начали собираться капитаны пиратских кораблей, видимо, готовясь к отплытию. Видишь его? Остановившись, негромко сказала Мария, показав на человека с явной пиратской внешностью. Он был одет в синий камзол до колен, обут в черные подвернутые сапоги, на голове у него красовался белый парик и вызывающая шляпа с пером. Это Оливер Брик. Очень известный пират, хотя он скорее торговец и кидала, чем пират. Коварная личность. Он попытался обмануть меня однажды, я украл у него один из кораблей. Негромко поведала мне Мария. Выждав момент, когда пират отвлекся, мы аккуратно обошли его и почти сразу наткнулись на громадного человека. Он напоминал огромный коричневый шар с кожаным ремнем посередине. Под его черными сапогами прогибались доски причала. Он стоял ко мне спиной, как только начал неуклюже поворачиваться, меня резко дернула за локоть Мария, и мы скрылись за несколькими ящиками. «Это Герман. Потрошитель», сказала Мария, прижавшись спиной к бочкам и глядя на него из укрытия. «Он известен тем, что однажды украсил головами своих жертв и врагов свой корабль. Это просто чудовище. Загороди меня». Прижавшись к Марии, я слышал, как сильно колотилось ее сердце, и она не заметила, как вцепилась своей железной хваткой мне в руку. Должен заметить, что это было довольно больно, но я терпеливо ждал. Когда опасность миновала, мы пошли дальше, натыкаясь на разных пиратов. Про каждого из них Мария что-то рассказывала, но вот знакомого я здесь встретить точно не ожидал. «Леонард! Ха-ха!» – прокричал мой бывший сослуживец, привлекая всеобщее внимание. «Как поживает самый известный дезертир Королевского флота?» «Что ты здесь делаешь?» «Эдвард! Рад тебя видеть!» Я действительно искренне был рад видеть Эдварда, но не при нынешних обстоятельствах, когда такие громкие жесты могли стоить мне жизни. «А я пошел по твоим стопам. Я теперь тоже пират. Правда, не такой известный, как ты», – широко улыбаясь, рассказывал он. «Что случилось с Чайкой? Я слышал, что самый быстрый корабль Кубы затонул». «К сожалению, да», – ответил я и оглянулся вокруг. «Почти весь порт уже глядел на нас двоих». «Кто твоя спутница?» «Не представишь нас?» – спросил он, тщетно пытаясь разглядеть ее лицо под широкими полями шляпы. «Мария!» – раздался громкий мужской голос позади нас, и, обернувшись, мы увидели охотников, с которыми должны были встретиться. «Мы уже заждались». «Где корабль?» «Мария?» – задумчиво сказал Эдвард. «Стойте-ка! Я ее знаю». И он резким движением сорвал с нее шляпу. «Ты!» Теперь уже все враги Марии смотрели на нее из разных концов порта с вытянутыми лицами. До нас начала доноситься брань на разных языках, и я услышал, как кто-то заряжает мушкет. Через секунду раздался выстрел. Патрон угодил в стоящую возле нас бочку, и из пулевого отверстия заструилась темно-малиновая жидкость. Запахло ромом. Эдвард схватил Марию за руку. И это была ошибка, поскольку рядом была бдительная Арагона. Подпрыгнув на задних лапах, она вспорола его руку своими клыками. Мария резко толкнула Эдварда, и он упал в промежуток между причалом и кораблем. «Бежим!» — резко крикнула она и дернула меня за руку. Фольба начинала усиливаться. Пригнувшись, мы помчались к той части порта, где практически никого не было. Охотники следовали за нами. Пробегая мимо ящиков, Мария зацепилась платьем за угол одного из них. Послышался треск рвущейся ткани, и часть подола осталась на ящике. Забежав в укрытие, Мария села на доски причала, облокотившись спиной на какой-то контейнер. Я подлетел к ней вместе с охотниками, недоумевая, смотрел на нее, пытаясь понять, в чем дело. «Я не могу бежать!» — задыхаясь, проговорила Мария. На мгновение я испугался, что ее ранили. Но она задрала платье и, достав нож из чехла, висевший у нее на бедре, вспорола юбку, оставив короткий кусок чуть ниже пояса. Ковырнув ножом завязки на корсете, Мария облегченно вздохнула. Крики и стрельба приближались. Мы осмотрелись, и Мария показала на лодку, привязанную неподалеку. «Уйдем на ней!» И, резко подскочив, она с куда большей скоростью побежала вперед. Шарахаясь от выстрелов, мы вместе с охотниками еле догнали девушку и спрыгнули в лодку. Чтобы не плыть по открытому пространству и не стать легкой мишенью, мы лавировали между кораблей, прячась за их широкими бортами, и отстреливаясь от пиратов, которые перебегали по трапам с корабля на корабль. Наконец, армада из кораблей закончилась, и мы выплыли на открытое пространство. Впереди виднелся наш корабль. Мы налегли на весла. Стрельба по нам прекратилась. Обернувшись, мы увидели, как пиратские судна снимаются с якоря и готовятся к отплытию. Очевидно, по нам собирались палить из пушек, а на нашем судне еще не было оружия. Сбоку мы увидели еще одну лодку, подплывавшую к кораблю, с другой стороны. В ней сидели Тич и его помощник, и гребли в четыре весла. Под страхом быть расстрелянным, мы быстро добрались до корабля. Наши лодки подцепили и мигом подняли наверх. «Что вы там натворили?» — поднявшись на борт, громко спросил Тич. Услыхав переполох, мы тут же отправились обратно на корабль. «Всплыли старые грешки», — слегка прищурившись, из-под лобья сказала Мария и скомандовала. «Мистер Лорди, нам нужно убираться отсюда и поскорей». «Слушаюсь, госпожа, этот корабль вас сейчас удивит», — ответил Лорди и, позвав с собой нескольких матросов, спустился в трюм. Судно стремительно начало набирать ход. В порту стояла суматоха и шум от врезающихся друг в друга кораблей, криков и пальбы матросов и капитанов. Судно продолжало наращивать скорость, а мы из любопытства спустились в трюм. Внизу Джон Лорди стоял перед вращающимся в полу якорным колесом, которое крутили матросы. Сверху от колеса шли тонкие, круглые деревянные балки, приложенные к нему шестернями. Они исчезали за стенами борта. Мы, недоумевая, разглядывали конструкцию. «За бортом винты. Они вращаются под водой, толкая корабль вперед», — пояснил нам мистер Лорди. Этот азиатский корабль и впрямь был полон сюрпризов. Корабль остался без вооружения. Интересно, это можно было компенсировать каким-нибудь трюком? Порт скрылся из виду. Отправляться за нами в погоню было просто бессмысленно. Довольно быстро исчезнув за горизонтом, мы расправили паруса и взяли курс на дьявольское ущелье, в котором жил странный человек, знавший, где находится еще один кристалл. Мы с Марией вновь остались вдвоем в каюте капитана. Пока моя спутница изучала карту, я решил узнать у нее все поподробнее. «Что вы с Эдвардом-то не поделили?» — с легкой насмешкой спросил я. «Я его толком не помню, но, кажется, я его ограбила», — ответила она, делая вид, что тщательно рассматривает карту. Еще через несколько мгновений ей надоело, и она бросила это занятие. Я встал на ее место и взглянул на отмеченную ею точку на карте. «Дьявольское ущелье» было написано над небольшим рисунком. На пожелтевшей бумаге возле изображения ущелья было нарисовано множество рифов и фигурка сирены. «Так зачем твоей матери нужен кристалл?» — спросил я у Марии, разглядывая карту. «Она гонится за силой, могуществом которой достаются его владельцу. Кристаллы вставляются в специальный посох, за которым мать отправится сама». Я задумался, какая сильная конкуренция у волшебницы. Она послала меня за вещью, которая требовалась буквально всем. «А что за человек, к которому мы отправляемся?» «Откуда я знаю?» — резко ответила мне Мария. Мать сказала, что он какой-то сумасшедший, и просоветовала его пытать, если он не скажет, где находится кристалл. Наш разговор прервался стуком в дверь. Вошел Тич. Судя по всему, он был чем-то недоволен. Он встал у входа и тяжело уставился на Марию, та испуганно посмотрела на него в ответ. «Что-то не так?» — выдавила она из себя. «Команда недовольна. Тебе стоит выйти поговорить с ними». Мы поднялись с наших мест и отправились на палубу. Все члены команды стояли, бросив все дела, и встречали Марию довольно смешанными эмоциями. Кто-то смотрел на нее озлобленным, голодным взглядом, кто-то снисходительно улыбался, но все как один хотели от нее что-то. «В чем дело, Тич?» — спросила она у старого пирата, когда он вышел за нами из каюты и встал рядом со своими ребятами. «Мария!» — начал он, но его тут же перебили. «Нам не нравится, что мы должны отправиться к сиренам не за наживой, а в угоду твоей матери», — сказал один из членов команды. «Слишком честная работа для пиратов». Мария строго взглянула на него, дав понять, что он явно превышает свои полномочия, но ей все же пришлось ответить ему. «Возможно, в том месте, куда нам предстоит отправиться, найдутся сокровища. А если мы доставим моей матери то, что ей нужно, она озолотит каждого из вас. Это вас устроит мистер Граут?» Она открыто взглянула ему в глаза. «Возможно», — с подозрением сказал он. «Где вы видели пиратское судно, на котором можно плавать без риска? Покажите мне его, и я сама на нем поплыву», — продолжила моя прекрасная ораторша. «Я слышал «a purple seagull», — прокричал кто-то из толпы. Говорят, за несколько лет корабль ни разу не потерпел поражения». Мария с легким удивлением возразила. «Корабль затонул. Вся его команда мертва. Уцелел лишь капитан судна, который стоит позади меня». Все тут же уставились на меня, и в толпе начались перешептывания. Я, услышав название своего корабля, мгновенно погрузился в тяжелые мысли. В толпе продолжились выкрики. «Значит, нам тоже теперь будет везти», — послышался неуверенный голос. «А вдруг удача оставила его, и нам тоже конец?» «Это нам и предстоит выяснить». «За работу!» — прокричала Мария, и, выхватив нож, метнула его в сигнальный колокол с такой силой, что он проткнул тонкий металл. Колокол издал глухой звон и закачался. Вся команда мгновенно рассредоточилась по разным концам корабля. «Опять этот Граут», — повернувшись ко мне негромко, сказала она. «Нужно будет прирезать эту скотину». И она вернулась в каюту. Я стоял, задумчиво глядя на команду и вспоминая о былой известности моего корабля. «Нужно будет возродить судно». Команда вроде бы успокоилась, и мы продолжили плыть по заданному курсу. Мария время от времени вслух беспокоилась о том, что корабль остался без вооружения, и мы надеялись, что нам не придется ни с кем сражаться в ближайшее время. Я же думал об известности своего судна, и эти мысли кружили мне голову, перебивая недавно появившееся желание вновь принять наркотик. Эта зависимость меня довольно сильно беспокоила. Марии тоже было трудно держаться. Сначала она просто бродила по каюте, а потом нашла бутылку рома и прикладывалась к ней в одиночку прямо из горла. Наступал вечер. Судно начало покачивать, а вдалеке слабо гремел гром. Надвигался шторм. Мария была немного пьяна и заснула. Я решил выйти на палубу, чтобы освежиться. Там стоял тич. «Мы почти прибыли». «Где Мария?» — спросил меня он. «Она спит», — коротко ответил я. Браун попытался пройти в каюту, но я остановил его. Вдруг из каюты вышла Арагона. Пройдя мимо нас, она села на палубу и оглушительно завыла. Все, кто были в тот момент наверху, уставились на нее. Мир почему-то поплыл у меня перед глазами. Как только мне стало немного легче, я увидел, что ни одного меня беспокоили эти симптомы. Немного шатаясь, я подошел к перилам корабля и взглянул за борт. Огромные черные скалы простирались перед нами вдалеке, и чем ближе мы к ним подходили, тем сильнее начинало качать, и тем громче гремел гром. Пошел дождь. Сверкающие молнии делали картину еще более устрашающей. Корабль приближался к дьявольскому ущелью. Моя голова была мутной и тяжелой. «Что с нами происходит?» — схватившись за голову, кричал кто-то с палубы. Вдруг мне начало закладывать уши, и все звуки медленно поглотились тишиной. Не было больше слышно ни криков, ни возникаманды, ни волн, бьющихся о борт корабля. По палубе перестал шелестеть дождь. Доски судна больше не скрипели, и я практически ничего не чувствовал. Приятное тепло накрыло меня. Внутри исчезла тревога. Я чувствовал лишь покой и блаженство. Перед глазами все продолжало плыть, но меня это совершенно не волновало. Казалось, все накрыло какой-то приятной пеленой. Я вновь взглянул за борт и увидел женщин в полупрозрачных белых тогах. Они сидели прямо на торчавших из воды камнях. Моя голова была опустошена, и в ней не было ни единой мысли. В какой-то момент мне показалось, что я слышу, как эти женщины поют. Мои уши были будто намазаны медом, и мне хотелось позвать хоть одну из этих женщин на борт. И, о чудо! Одна из них поднялась и начала парить прямо над водой по направлению к кораблю. В какой-то момент она пропала из виду, а я стоял на палубе с прикрытыми глазами, наслаждаясь пением. Когда я открыл их, то увидел перед собой черный силуэт. Пытаясь разглядеть, кто передо мной, я моргнул и практически четко разглядел Марию с бутылкой рома в руке. Вдруг я почувствовал резкий удар по лицу, и все сладчайшее ощущение раскололось во мне, как стекло. Немного согнувшись и держась за лицо, я снова услышал дождь, сильный шум волн, а позади меня вместо приятного и сладкого пения раздался дикый крик какого-то существа, до смерти напугавший меня. Обернувшись, я увидел страшное создание. Раскрыв свой огромный и зубастый рот, оно бросилось на меня. Пытаясь отпрыгнуть, я оступился и упал, успев заметить, как чудовище встало прямо надо мной. Меня сковал страх, как вдруг раздался звук колющейся бутылки, и в глаз монстра вонзился осколок бутылки, который кто-то держал за горлышко. На меня брызнула непонятная зеленоватая кровь. Оттолкнув от себя тушу, я подскочил на ноги и увидел Марию, стоящую возле меня. «Какого черта здесь творится?» — еще окончательно отойдя от сна и похмелья, спросила она. «Я оглядел палубу. Вся команда стояла без движения. Их руки, как плети, болтались вдоль туловища, головы были откинуты назад. Матросы явно были не в себе. Эти силуэты, неподвижно стоявшие под дождем и подсвеченные молниями, наводили на меня ужас. Я взглянул на чудовище, лежавшее возле меня. Большая круглая голова, зубастый рот, странные руки с тремя пальцами, а вместо ног длинный змеиный хвост с плавниками на конце. Незапно послышалось чавканье. Обернувшись, я вновь почувствовал странное помутнение в голове и увидел одного из членов команды, лежащего на палубе. Над ним стояла одна из этих странных женщин и смотрела на меня. Я вновь почувствовал удар Марии по плечу и пришел в себя, а женщина приняла форму чудовище и продолжала пожирать бедного моряка. Мария подобрала маленький топор, валявшийся на палубе, и метнула его прямо в чудовище. Но не попала, а зацепила лишь его руку. Существо отвлеклось от поедания матроса и издало дикый крик. Он окончательно прояснил все мои мысли, и остальные члены команды, неподвижно стоявшие на палубе, тоже начали приходить в себя. — Сирены! — прокричал кто-то. Все тут же выхватили пистолеты и кинжалы и начали нападать на сирен, которые уже успели съесть троих из команды. Корабль несло на рифы, и мы с Марией побежали на ют к стурвалу. На нем висел один из старых пиратов и пускал изо рта слюни. Мария схватила его, но он замахал руками и, выхватив нож, начал сопротивляться. Она ловко схватила его за руку и одним резким и быстрым движением перекинула его через себя. Отлетев, пират ударился головой о перила, оставив на них кровавый след. Штурвал вращался с немыслимой скоростью. Мы вдвоем навалились на его гладкую поверхность и с трудом остановили его ладонями. Вернув корабль на прежний курс, мы с трудом миновали рифы. На несколько ударов все же успели получить. Судно начало стремительно набирать ход, направляясь к ущелью, которая затягивала в себя воду. Команда продолжала отбиваться от сирен, и вскоре они оставили нас в покое. Не успели мы толком отдышаться, как нас заглотил промежуток скал. Корабль тряхнуло так, что я почувствовал, как из-под моих ног ушла палуба. — Держитесь! — закричали все. Корабль несло по ущелью с огромной скоростью, швыряя его в разные стороны. По бортам слышалось множество ударов. Судно рисковало разбиться в щепки о каменные пороги, а нас был готов похоронить в своих холодных объятиях бурный поток. Глава девятая. Остров Черепа. Корабль продолжала нести по ущелью с огромной скоростью, мотая его из стороны в сторону и бросая на камни. Слышался хруст ломающихся мачт и досок. Соскакивая с очередного порога, корабль зависал в воздухе и с грохотом падал вниз, подбрасывая всю команду и ударяя ее о доски палубы. Все старались ухватиться за что угодно, но некоторых все же снесло за борт. Поначалу мы с Марией держались за штурвал, но вскоре нас подкинуло в очередной раз, и мы, упав на палубу, схватились за перила, а штурвал начал вращаться в разные стороны со стремительной скоростью. Куда нас несло, было неведомо никому, и все находившиеся на корабле люди готовились к худшему. Корабль постепенно перестала подбрасывать. Кажется, закончилась эта череда небольших водопадов, и судно теперь медленно покачивалось из стороны в сторону, словно пытаясь успокоиться. Команда, включая нас с Марией, начала подниматься на ноги. Оглядываясь вокруг, мы были поражены картиной, открывшейся нашему виду. Судно окружало множество обломков кораблей, прибившихся к каменным стенам пещеры, в которой мы оказались. Команда зажгла свет, и мы разглядели множество скелетов на разломанных и изъеденных временем палубах. Мне стало не по себе от этого места. Позади шумела вода, эхом отражаясь от каменных стен и потолка. Я взглянул в то место, откуда мы прибыли, и на мгновение остолбенел, увидев, какое расстояние мы преодолели. Судно все еще продолжало плыть, и впереди, сквозь сломанные мачты мертвых кораблей, на которых висели остатки изгрызенных парусов, виднелся выход отсюда. Мария взялась за штурвал, но сколько бы она его ни крутила, корабль не менял курса, а плыл, покорно поминуясь общему течению. Мы остались без руля, хотя было странно, как судно вообще уцелело после такого полета. К нам подошел тич, держа в руках небольшой фонарь. Шуткое место. Кладбище кораблей. Хочу убраться отсюда, сказал он. — Это, наверное, те, кого не успели доесть сирены наверху, — кивнул он в сторону трупов бесконечным потоком, проносящихся мимо. — Надеюсь, сирены не спускаются сюда за выжившими, — задумчиво произнес я. — Даже думать об этом не смей, — рявкнул тич. — Накликаешь беду. — Да и как они заберутся обратно? — дополнила Мария. — Мария! — с улыбкой протянул Браун. — Если бы не ты, мы бы составили компанию этим несчастным. — Пока что мы и так ее им составляем, — сказала она. И тут внезапно раздался удар. Судно резко остановилось. Мы уперлись в корабль, преграждающий нам путь. Без руля выбраться из этой ловушки будет очень сложно. Джон Лорди поднял с полубы отломившуюся Рею и уперся в борт соседнего корабля, отталкиваясь от него. Ему на помощь поспешили остальные, подхватив Рею и упираясь кто чем. Команде удалось оттолкнуть корабль в сторону прохода, и вновь подхваченные течением мы поплыли вдоль огромного кладбища к выходу. От очередного удара двух бортов раздался глубокий гул, и с разных сторон мимо нас в сторону выхода пронеслись летучие мыши, заставив каждого стоящего на палубе рефлекторно пригнуться. Мы потревожили их сон, но они не причинят нам вреда. Провожая их взглядом, прошептала Мария. — У нас пробоина! — раздался крик со стороны трюма. — Этого еще не хватало! — разозрилась Мария. — А как ты хотела после такого падения? — Странно, что мы еще целы! — пробурчал Тич. — Нам нужно на берег за материалом, пока мы не затонули. — Да знаю я! — нервно ответила моя капитанша и направилась на нижнюю палубу. Течением нас вынесло из пещеры. Все были заняты тем, что выкачивали воду, чтобы корабль не затонул, пока мы не доберемся до ближайшего берега. Судно вынесло на открытое пространство. Позади осталась пещера с возвышавшейся над ней скалой, а по бокам виднелся жуткий ночной берег, на который нам нужно было сойти. Корабль отнесло вправо, и он сел на мель, отчего сильно наклонился. Команда вооружилась чем могла и приготовилась сойти на берег. Мария распорядилась, чтобы несколько членов команды вместе с мистером Лорди залатали пробоины подручными средствами. На берегу было темно, и искать подходящее для ремонта деревья было бесполезно, а костры невозможно было развести из-за дождя, поэтому всю работу пришлось отложить до рассвета. Шторм закончился примерно через пару часов после того, как мы сели на мель, и примерно в это же время небо начало светлеть. Я никак не мог заснуть и лежал на неудобной жесткой и узкой кушетке. В моей голове вращались мысли о том, что за это короткое плавание мы уже дважды чуть не погибли, не говоря уже о том, что потеряли несколько членов команды. Стоило ли это того? И стоит ли все это путешествие моей жизни, которой я уже множество раз чуть не лишился? Может быть, я иду в пустоту и ее же преследую? Может быть, уже и нет никакой картины, и каждый мой шаг попросту не имеет смысла? А что дальше? Сколько раз мне еще предстоит рискнуть своей жизнью ради призрачной цели? Что еще мне требуется пережить ради того, чтобы узнать, для чего были все эти жертвы? Сколько еще людей умрет до того, как я доберусь до конца? Поток мыслей все же сбил мое сознание в бездну сна. Я даже не заметил, как перестал думать и заснул. Проснулся я уже утром весь разбитый и с тяжелой головой. Сон вновь показался мне минутным мгновением. Никто из команды не рискнул остаться ночевать на берегу. Все заснули на корабле, который за ночь еще больше накренился. Возня людей полностью меня пробудила, я вышел на палубу. Стоять на ней было невозможно, потому что корабль буквально лежал на боку. Воды под кораблем практически не было. Он стоял, зарытый в песок, а тяжелые мачты и паруса тянули его к низу, как будто стараясь перевернуть. «Какого черта?» — выругалась Мария, вышедшая вслед за мной из каюты. Перевесившись через борт, она нашла взглядом Джона Лорди. «Мистер Лорди, в чем дело?» — прокричала она. «Отлив, госпожа! Но зато судно не затонет», — попытался отшутиться он. «Так легче будет провести ремонт. Чудо, что мы спаслись!» «Тоже мне чудо!» — недовольно пробормотала она. Почти вся команда спустилась с корабля и побрела в сторону берега по воде, уровень которой был им буквально по щиколотку. С ремонтом нужно было успеть до прилива. Да и в этих лесах могло обитать множество диких животных. Даже охотники немного насторожились, глядя на лес. Мистер Лорди сказал, что на ремонт уйдет целый день, а может и больше. Днище корабля сильно пострадало. Впрочем, это и без него было видно. После того, как мистер Лорди нашел подходящие деревья для ремонта, Мария разделила людей на две части. Основная из которых занялась ремонтом, а тич и охотники должны были отправиться с нами к человеку, который знал, где можно найти кристалл. Мы вернулись обратно на корабль, чтобы взять все необходимое для похода. Когда мы зашли в каюту капитана, то на полу я заметил раскрытый судовой журнал. Это было не мудрено, поскольку все в каюте было вверх дном и попадало. Подняв журнал, я увидел последнюю запись. Сели на мель. И сегодняшнюю дату, которая меня заинтересовала. Сегодня был мой день рождения. Задумавшись, я нечаянно произнес это вслух. Так сколько же тебе исполнилось? Услышав меня, поинтересовалась Мария. Двадцать восемь. Так же задумчиво взглянув на нее, ответил я. Что ж, прими поздравление, она обняла меня и поцеловала. Можешь считать это подарком, дополнила она, скромно улыбаясь. Мы собрались и были готовы двигаться в путь. Тич оставил своего помощника на корабле, посчитав, что мы справимся и без него. Арагону было не удержать, поэтому она, естественно, отправилась за хозяйкой. Охотникам сильно не понравился лес. И они решили основательно вооружиться, из-за чего нам пришлось их долго ждать. Мы провели это время на берегу, заодно узнав, какими темпами идет починка корабля и сколько времени она займет. Пока мы это выясняли, к нам подошел мистер Граут и заявил, что он не доверяет нынешнему капитану Марии, поэтому он хотел бы в интересах команды отправиться с нами, чтобы мы не утаили какую-нибудь информацию. Вся команда на мгновение перестала работать и взглянула на Марию в ожидании ее решения. Ей ничего не оставалось делать, как согласиться. Мистер Граут с самого начала пути оказался для нас обузой, медлительный, ворчливый, собирался гораздо дольше охотников и вечно цеплялся к Марии. Леса, в которые мы вошли, беспокоили не только охотников, но и меня. А такой человек, как Граут, очень сильно отвлекал нас, и мы могли потерять бдительность, что было бы непростительно. Тот сумасшедший старик, к которому мы направлялись, обитал где-то на самой вершине скалы, возвышавшейся над ущельем, и чтобы подойти к этой скале, нужно было преодолеть лесной массив. На первый взгляд лес казался вполне обычным. Не было в нем ничего такого, чтобы начать беспокоиться. После дождя было немного сыро, и с листьев кустарников вода попадала на биджи, полностью измочив их. Но день был достаточно теплым, солнце пробивалось сквозь деревья, и намокшие штаны уже не так сильно беспокоили. Гораздо больше беспокойства приносил мистер Граут, ухитрившись переплюнуть даже надоедливых комаров, роившихся вокруг нас. Но вскоре нам пришлось забыть про все мелкие неурядицы, поскольку появилась проблема посерьезнее. Мы вышли на болото. Только преодолев их, можно было попасть на небольшую тропу, ведущую на вершину скалы. «Здесь когда-то был мост», — сообщил один из охотников, взглянув на два небольших столба у начала тропы с противоположной стороны болот, которым раньше, очевидно, крепились веревки. «Взгляните!» — Мария показала на небольшие земляные островки, обросшие травой, торчавшей из мутной воды, покрытой тиной. «Почему вода была мутная?» — задумался я. Но размышлять дальше не было времени. Все поскакали по островкам. Тич был недоволен, что мы не нашли более подходящий путь. Прыгать с его комплекцией и лишним весом ему было сложновато. Пару раз он соскальзывал и попадал сапогом в болотистую жижу, которая начинала скверно пахнуть от того, что ее побеспокоили. Мы добрались примерно до середины болота и остановились на небольшой части суши, ухитрившись поместиться на ней все. Проминая траву сапогами, мы видели, как сквозь нее просачивалась вода. Долго задерживаться здесь не стоило. Впереди была более-менее чистая вода, сквозь которую виднелись водоросли. Глубина казалась небольшой, но она смогла затянуть трясина у берега или ил на дне. Пока мы готовились к тому, чтобы преодолеть оставшуюся часть пути, сбоку что-то бултыхнуло. Мы повернули головы и увидели множество лигаторов, которые гурьбой заползали в болото. Путь назад был отрезан. Рептилии начинали окружать нас со всех сторон. У охотников была веревка, и пока мы пытались отстреливаться от приближающихся к нам крокодилов, они скрутили ее и бросили в сторону берега, зацепив за один из столбов, зарытых в землю. По очереди, прыгая в воду, мы хватались за веревку и подтаскивали себя к берегу. Ноги то и дело вязли в иле, делая каждое движение невыносимо сложно. Воды нам было примерно по грудь, но ноги постоянно подкашивались, и приходилось погружаться чуть ли не с головой. Приближаясь к берегу, я еле шевелился из-за налившей на меня грязи, но Мария, которая шла впереди меня, уже выбралась и кричала, чтобы мы двигались быстрее. Обернувшись, я увидел, что аллигаторы подобрались уже совсем близко. Веревка была уже измазана грязью и заставляла руки скользить по ней, абсолютно не помогая выбраться. Берег мелькал уже почти рядом. Приложив последние усилия, я лег на грязь, и Мария вытащила меня на твердую поверхность, схватив прямо за шкирку. Я был спасен, но позади меня оставалось еще семеро человек, находившихся в большой опасности. Арагона, которую я потерял из виду, ухитрилась где-то найти более приемлемый путь и выбежала откуда-то сбоку, только слегка испачкав лапы. Я поднялся на ноги и приготовился вытаскивать тех, кто пробирался через грязь вслед за мной. Первым из них, к сожалению, оказался мистер Граут. Вытащив его, я дал ему в руки пистолет, чтобы он стрелял в рептилий, а сам протянул руку Тичу, накрепко застрявшему в грязи. Пистолет намок и был непригоден для стрельбы. Мистер Граут попросту терял время, впустую возившись с ним. «Брось его и помогай тащить Тича», скомандовала Мария. Уже втроем мы продолжали тащить старого пирата из грязи. Брауна ухитрился опередить даже главарь охотников, который самостоятельно выбрался на берег и присоединился к нам. Вместе нам все же удалось помочь Тичу, а заодно расчистить путь для остальных. Четверо охотников почти добрались до берега, но аллигаторы подошли вплотную и готовились напасть на одного из них. Однако, как только рептилия открыла пасть, Мария выхватила небольшой кинжал и метнула его прямо в их сторону. Кинжал попал опасной твари прямо в открытую пасть, проткнув ее насквозь, отчего он резко взметнулся, начал извиваться, как будто сражаясь с невидимым врагом. Да так и остался судорожно плавать на поверхности с лезвием, вышедшим из его головы. На смену погибшему аллигатору пришел другой, и охотник вновь оказался в опасности. Впрочем, и он, как выяснилось, был далеко не беспомощен. Следующую рептилию зарезал уже сам, ухитрившись достать свой огромный нож. Мы с Марией Тичем изо всех сил старались дотянуться до размахивающего ножом охотника, а остальные прикрывали нас, отпихивая палками аллигаторов. Одна нога бедняги уже была практически в пасти, когда до него дотянулся Тич и резким движением рванул его за одежду, выволакивая на берег. Сдерживать аллигаторов было практически невозможно, и мы, не сговариваясь, решили отступить вверх по тропе под нестихаемое щелканье пастей рептилий. Преследовать они нас не стали, и мы смогли снизить темп бега и немного перевести дыхание. Мы все с ног до головы были перемазаны грязью, но нам пришлось двигаться дальше по тропе, ведущей на вершину горы. День начинал становиться жарким и душным, и грязь на нас вмиг засохла, превратившись в неприятную корку на одежде. Тропа, петляя, вывела нас к небольшим зарослям. На мгновение показалось, что мы двигались не в том направлении, но других подобий дороги здесь не было, и мы решили продолжить свой путь, как вдруг... «Дракон!» — закричал один из охотников, показывая пальцем вперед. Я резко остановился и, взглянув перед собой, увидел огромную длинную ящерицу, на мгновение подумав, что это один из аллигаторов. Я невольно дернулся. Ящерица безразлично взглянула на нас, резко метнула своим языком и, расправив свои огромные шипы на спине, тяжело поползла за бревно, из-за которого выглядывала еще одна подобная особь. «Наверное, они нас не тронут», — негромко сказал Тич и медленно двинулся вперед, обходя рептилий и не сводя с них глаз. Мы прошли еще немного, и сомнения, связанные с правильностью пути, покинули нас, когда мы увидели сколоченную из старых досок ветхую хибару с заколоченными ставнями на двух окнах, между которыми располагалось небольшое крыльцо с навесом. «Неужели мы пришли?» — подумал я и сразу поинтересовался у Марии. «Мы на месте?» — кажется, да. Она разглядывала хижину. Нужно подойти ближе и проверить. Трава вокруг была вытоптана, и место выглядело обжитым, насколько это возможно. Подойдя вплотную, я увидел крыс, развешанных перед домом на веревке. Зрелище меня заинтриговало, и я подошел к ним поближе, не понимая, для чего они тут висят. Охотники осторожно окружали хибару со всех сторон. На лице одного из них читалось явное недоумение. Подняв глаза, я увидел сквозь щели неровно сколоченных ставней свечение от небольшого огонька, играющего внутри хижины. Сделав шаг ближе, я увидел силуэт человека, поднимающего огромное ружье. Он явно собирался выстрелить в того, кто первым зайдет внутрь. Повернув голову в сторону крыльца, я увидел будущую жертву. Ею оказалась Мария, подходившая к двери и уже вытянувшая руку вперед, чтобы толкнуть ее. Изо всех сил я бросился к девушке, пытаясь предотвратить ее смерть. Я был смертельно напуган от мысли, что могу потерять этого человека буквально через мгновение. Не успев в полной мере осознать этого, я одним быстрым прыжком сбил ее с ног и повалил на землю рядом с крыльцом. Человек внутри хижины не стал ждать, когда дверь отворится, и за моей спиной прозвучал оглушающий выстрел, с корнем выбив ветхую дверь и разнеся ее в щепки. Лежа сверху на Марии, которая с ужасом и одновременным недоумением смотрела на меня, я услышал, что вместе с обломками двери кто-то упал на землю. Присмотревшись, я понял, что это был мистер Граут. Я подумал, что его сбило с ног одним из кусков двери, но тут по его относительно белой рубашке расплылось красное пятно. Ранее мне не доводилось слышать такого оглушающего шума, который издало это ружье. Мы с охотниками аккуратно заглянули внутрь хижины и увидели старика, который нервно и боязливо пытался перезарядить многоствольное ружье. Пришло время штурмовать хижину. Наши спутники выбили ружье из рук старика, и тут прозвучал голос Марии «Не убивайте его!» И охотники просто треснули ему рукоятью пистолета по голове. Обернувшись, я взглянул на мистера Грауда, лежащего на земле с серьезным ранением груди. Рана была явно смертельной. Выстрелом пробило его грудную клетку и буквально вывернуло его внутренности наружу. Его дергающееся тело и закатившийся взгляд говорили о том, что ему оставалось промучиться буквально мгновение. Он захлебывался кровью и, закашлявшись в последний раз, испустил дух. Я снова обратил внимание на хижину. Из нее как раз вышел тич с огромным ружьем в руках. «Это я беру себе», — заявил он с интересом, разглядывая ружье. «Мой размерчик». Оружие обладало поразительной убойной силой. Множество стволов было прикреплено друг к другу, и у всех был единственный затворный механизм. От одного нажатия курка выстреливали сразу все стволы. Поэтому стоял такой поразительный грохот. Старика с рассеченной бровью усадили на стул и привязали веревкой. От удара он все никак не мог прийти в себя и сидел, плавно мотая головой. «Надеюсь, вы не переборщили. Иначе нас всех ждут серьезные неприятности», — оглядывая нас, произнесла Мария. Через какое-то время старик, кажется, начал приходить в себя, и это заметил один из охотников, следивший за его состоянием. Мария и остальные в этот момент стояли над телом мистера Грауда и обсуждали не сколько его смерть, сколько убойную силу нового трофея Тича. Забежав в хижину, где все выстроились вокруг старика, а моя компаньонка встала напротив, глядываясь его заросшее седой бородой лицо, медленно открыв глаза, старик вздрогнул. «Кто такие? Зачем здесь?» «Больно. Очень больно», — начал бормотать он, мотая головой в разные стороны. «Нам нужно выяснить у тебя, где находится кристалл. И либо ты по-хорошему расскажешь это, либо боль никогда не кончится», — треповательно сказала Мария. «Боль? Нет, не надо», — застонал старик. «Говори!» — замахнувшись, она сжала кулак. «Буду, буду говорить», — жалобно проскулил старик. «Ну?» — вновь рыкнула Мария. «Не надо говорить, надо идти, вести, не надо боль». Обитатель хижины явно был не в себе. «Кажется, он тронулся», — мрачно констатировал главарь охотников. Старик посмотрел на него и тут же снова вздрогнул, вероятно, решив, что его сейчас снова будут бить. «Ты хочешь отвезти нас к кристаллу?» — уточнила Мария. «Да, да, отвезти, вновь увидеть кристалл. Иду не один, кости не тронут меня». Старик продолжал нести какую-то билиберду. «Хорошо, отвяжите его». Немного расслабившись, скомандовала Мария. «Как твое имя?» — пристально взглянув на старика, спросила она. «Имя?» — прищурился он. «Нельзя без имя. А то как зверь, как ящерица». Он потирал запястья, на которых остались следы от веревок. «Генри!» — вдруг выпалил он, широко раскрыв глаза и глядя в пустоту, как будто вспомнил свое имя. «Ну что ж, Генри, идем!» — кивнула моя спутница и вышла из хижины. «А он не убежит?» — спросил Тич, стоявший с ружьем снаружи. «Кажется, он тоже хочет добраться до кристалла», — задумчиво проговорила Мария. Генри вышел из своей хибары и подбежал к висящим на веревке крысам. Арагона тоже подбежала туда и начала с аппетитом обнюхивать их. Отпугнув ее, старик сорвал двух самых здоровых и, обойдя всех, подошел ко мне. «Крысы!» — он с восторгом демонстрировал мерзких созданий, держа их за хвосты. «Хорошая еда! Вкусно!» Сложно передать то омерзение, которое я испытал. Хотя в целом старик Генри оказался весьма дружелюбным и жизнерадостным. Конечно, он застрелил мистера Грауда и чуть не убил Марию. Но я решил, что больше проблем с ним не будет, хоть он и был похож на сумасшедшего. Одет он был в какие-то рваные серые выцветшие тряпки. Впрочем, тут мы были примерно на равных. Глина высохла на нас и начала осыпаться. Нашу одежду было не узнать. Несмотря на все это, мы незамедлительно отправились назад к кораблю. Двигаясь обратно по тропе, мы прошли мимо семейства ящериц, которых один из охотников принял за драконов. Мы вновь должны были пересечь болота, кишащие аллигаторами. И, подходя к ним ближе, старик Генри засуетился. «Нет, нет, там нельзя ходить, там опасно. Крокодилы съедят, как крыс». И он снова помахал у нас перед носом своим будущим обедом. «Кажется, у него очередной приступ безумия», — сказал главарь охотников. «Может, успокоить его, чтобы пришел в себя?» Слегка взмахнув пистолетом, спросил он Марию. «Нет», — сказала она и обратилась к старику. «Нам надо на берег кораблю» — и показала пальцем туда, где сел на мель наш корабль. «Другой путь, другой путь, мертвый, но безопасный», — пытался внушить он Марии. Она взглянула на него и отчеканила. «Веди!» Старик Генри, похоже, обрадовался, что его послушали и поняли, и вернулся по тропе немного назад. Остановившись возле небольшого куста, растущего из камней, он раздвинул ветки и показал на расщелину, которая оказалась проходом в скале. Затем он ловко нырнул в темноту расщелины, и мы поспешили за ним. Проход был довольно узкий, и нам приходилось тереться одеждой об острые камни, ударяясь о них плечами и головой. Путь не самый комфортный, но если он был безопасным, и впереди нас не ждали крокодилы и аллигаторы, то стоило потерпеть. Проход увеличился, и в нем теперь можно было встать в полный рост. Но одновременно он становился все темнее, и вскоре свет полностью иссяк. Генри, который пробирался впереди меня, куда-то пропал. Я старался двигаться на ощупь вдоль стены, ориентируясь на шорохе и медленно волоча ногу по земле. Тропа вдруг резко повернула. Впереди раздался грохот камней, и темноту разрезал луч света. В первое мгновение я не мог понять, откуда он взялся. Вдруг передо мной возникло лицо старика Генри. От неожиданности я вздрогнул. «Идем! Почти пришли!» — с энтузиазмом сказал он. Пробежав по подсвеченному пространству, он дернул за пару торчащих из потолка кольев, которым была привязана старая пыльная тряпка, прикрывающая дневной свет. Сверху на тряпке лежала змея, не дававшая пробиться ярким лучам солнца. Но как только все это упало на каменный пол пещеры, света стало хоть отбавляй. Он разлился по полу и лег на неровные камни. Мы все скопились на свету, как будто впитывая его в себя. Но старик Генри уже звал нас дальше. «Идемте! Уже близко!» — он призывно махал нам рукой и пятился в темноту. Как не хотелось нам уходить со света, пришлось последовать за нашим сумасшедшим проводником. Впереди слышалось шуршание воды, а каменный проход вновь начал сужаться. Наконец путь по пещере подошел к концу, и под ногами образовался деревянный пол. Остановившись на нем, я выпрямился в полный рост и огляделся вокруг. Оказалось, мы вышли на кладбище кораблей, и теперь, стоя на обломках одного из судов, с удивлением разглядывали палубу корабля, усеянную трупами. Старик неспеша повел нас дальше. Аккуратно перешагивая скелеты, он велел быть осторожными и не будить их. Видимо, Генри был очень суеверен. Мы переходили с корабля на корабль по соединенным вместе обломкам. Иногда нам приходилось балансировать на досках между двух бортов на внушительной высоте над трюмами, где валялось множество торчащих досок и камней. Вокруг было довольно светло. Аккуратно пройдя по гнилым доскам очередной палубы, Генри нырнул в открытый люк. Там оказался проход, ведущий к днищу корабля. Пробравшись сквозь обломки, мы вышли из огромной пробоины и оказались на камнях, где, вероятно, еще недавно была вода. Отлив добрался и сюда. Выкачив всю воду, он оставил лишь небольшой ручей, текущий из середины кладбища и уходивший по песку вперед. Неподалеку, наклинившись, стоял наш корабль. Мы направились к кораблю прямо по песку, иногда наступая в лужи, оставшиеся после прилива. Вдруг послышались крики и раздался выстрел. «Ну что еще?» — подумал я про себя. Мы ускорили шаг и, подбегая ближе, увидели множество аллигаторов, атаковавших команду, которая укрылась на судне. Матросы, как могли, отстреливались. «Держи Арагону!» — приказал я Марии, и та, присев, обхватила ее руками за пушистую шею. Мы подошли ближе и увидели огромного аллигатора, длиной едва ли не в пол корабля. Он, в отличие от остальных, не осаждал корабль, а спокойно лежал неподалеку и закусывал одним из зазевавшихся матросов. Команда отстреливала кровожадных рептилий одну за другой. Те из матросов, кто был посмелее, спускались ниже и прокалывали их клинками и острыми баграми. Внезапно рептилии поняли, что им не добраться до аппетитного вооруженного мяса, и, отскакивая от бьющих в воду пуль, начали уползать в сторону джунглей и своего огромного сородича. Огромный сытый крокодил пополз подальше от грохота, медленно и лениво передвигаясь по прибрежному песку. Тич не выдержал и с немыслимым грохотом пальнул в его сторону из огромного ружья. На берегу были заметны следы работ по восстановлению корабля. Мы подошли ближе, и команда начала спрыгивать к нам на песок. — Что здесь произошло? — недовольно спросила Мария членов команды. Мистер Лорди сидел на краю корабля, свесив одну ногу. — Госпожа, они вылезли совершенно внезапно с той стороны, куда ушли вы. — Мы с ними столкнулись, еле отбились от них, — безрадостно поведала Мария. — А что с кораблем? Работа была в самом разгаре, когда приползли эти твари. Если не будет больше таких нападений, мы закончим до прилива, и останутся лишь мелочи, которые можно будет доделать уже на плаву. — А где Граут? — спросил кто-то из членов команды, кто был явно посмелее. — Вот его убийца! — Мария хлопнула по плечу старика Генри, стоявшего рядом. — А вот орудие убийства! И она показала пальцем на трофей Тича. Тот как раз перезаряжал его. — И что нам с ним теперь делать? — вновь подал голос кто-то из команды. — Это наша живая карта! Он ведет нас к кристаллу! — Еще вопросы? — она обвела всех тяжелым взглядом. Все принялись за работу. Вероятно, команда решила, что Мария избавляется от всех надоедливых, и первым из них оказался Граут. Немного очистив одежду от глины и болотистого ила, мы заставили нашу ходячую карту вести нас к кристаллу. Впрочем, Генри и сам торопился попасть туда. — Сколько идти? — спросила Мария, глядя старику в глаза. — Лес! Пройти лес! Плыть в лодке! Остров! Остров черепа! — Генри пытался объяснить дорогу. — Кристалл там? — на всякий случай уточнила Мария. — Да! Пещера! Никто не знает! Я знает! — вормотал старик. Мы снова углубились в лес, который теперь больше походил на джунгли. Скала с кладбищем кораблей оставалась за спиной. Мы опасались вновь столкнуться с крокодилами, и особенно с тем, которого попытался подстрелить Тич. Медленно продвигаясь вперед. Мы напряженно следили за обстановкой вокруг, вздрагивая на каждый шорох. Но все было спокойно. Наверное, всех обитателей распугал шум минувшего сражения. Джунгли закончились достаточно резко. Мы начали наступать в лужи и вскоре заметили, что вода была практически везде. — Прилив! — сказал главарь охотников. Впереди, на порядочном расстоянии, виднелся каменный остров. Но старик Генри показал нам свою спрятанную лодку, привязанную к одному из деревьев. С трудом поместившись в ней, мы отплыли. — Остров Черепа! — практически прошептал Генри, а потом начал повторять это название все чаще и громче, как будто сходя с ума. «Остров Черепа! Остров Черепа! Остров Черепа!» В итоге он нарвался на оплеуху от главаря охотников и тут же замолчал. Обернувшись, он испуганно смотрел на воспитателя и, показывая на остров, тихо и обеспокоенно сказал «Кости!» Никто не придал значение тому, что несет этот сумасшедший старик, но где-то внутри я подумал, что, вероятно, не стоит так легкомысленно относиться к его предупреждениям. Подплывая к каменному острову, мы увидели огромную глыбу, которая напоминала человеческий череп, выбитый прямо в скале. Он как будто направлял впалый взор своих пустых глазниц прямо на нас, и это выглядело по-настоящему жутко. Вокруг каменного острова плавало множество обломков кораблей, бочек и ящиков, которые ударялись о лодку. Выяснив у Генри, куда нам нужно двигаться дальше, мы продолжили плыть, огибая остров. Где-то недалеко, по его словам, имелось подходящее для высадки на берег место. Старик не обманул. Вскоре мы увидели песочный берег между двух скал, за которым находился вход в пещеру. Сойдя на песок, Тич буркнул, что мы и без старика здесь обошлись. «Нет», — протянул безумец, — «нужно обогнуть стражей». «Снова какие-то стражи», — подумал я. Зайдя в темную пещеру, мы увидели на полу множество скелетов. «Это твои стражи», — спросил Тич и сделал было шаг вперед, но был остановлен стариком. «Здесь не пройти. Нужно наверх». «Идем», — сказала Мария. «Не хочу встречаться с тем, кто съел столько народу». Покосившись на скелеты, она пошла за стариком, который скользнул в очередной узкий проход. Охотники подобрали с пола одну из костей и, навернув на нее тряпку, соорудили факел. Очередное узкое темное место, и в очередной раз меня охватил приступ клаустрофобии. Мы уже практически дошли до цели, как вдруг Мария, идущая передо мной, резко остановилась. Они вместе с Генри уперлись в какой-то камень, преграждавший путь. Дождавшись остальных, мы навалились на него, и нам удалось столкнуть его, освободив дальнейший путь. Место, в которое мы попали, напоминало каменную комнату. С одной ее стороны даже был балкон. «Он здесь», — странным голосом произнес старик Генри, глядя в сторону балкона, и, словно одержимый, побрел туда. Нам оставалось лишь направиться следом. Выйдя на широкую площадку, мы сразу увидели кристалл. Он стоял на каменном постаменте в окружении невысоких перил. Постамент уходил под самый потолок пещеры. Не мудрено, что мы не увидели кристалл снизу. Окинув взглядом место, где мы находились, я увидел, что повсюду лежат скелеты. Обернувшись, я заметил надпись, которая была выбита прямо над каменной аркой площадки. Мария тоже обратила на нее внимание. «Что это значит?» «Суситанс аморте», — прочитала она. Внезапно старик Генри вздрогнул и схватился за голову. «Ум, пробуждающий от смерти, латынь. Надеюсь, кости не услышат?» Все замерли, не понимая, что имеет в виду старик. Но вдруг что-то изменилось. Мы увидели, что кристалл начал издавать голубоватое свечение. В наступившей тишине стала отчетливо слышна какая-то возня. «Мы разбудили их», — сказал старик. «Кого их?» — требовательно спросила Мария. Мы подошли к краю балкона и не поверили своим глазам. Скелеты, которыми была наполнена пещера, вставали один за другим и поднимали головы кверху. Подбирая с пола оружие, они направлялись к тайному проходу, ведущему к нам. «Хватай кристалл!» — крикнула мне Мария. «Остальные за мной! Нужно завалить проход!» Все убежали в каменную комнату. Старик Генри забился в угол, держась за голову и мыча, а я полез за кристаллом. Я протянул к нему руку и почувствовал какое-то знакомое ощущение. Положив ладонь на могущественную драгоценность, я увидел перед глазами прямоугольную вспышку света. Вдруг стало темно, а в блике от вспышки появилась картина, переливающаяся в гранях кристалла. Вдруг чья-то рука с браслетами и татуированными пальцами выхватила у меня кристалл, а за ним появился силуэт волшебницы Дестини. «Ты уже близко, Леонард!» — сказала она, после чего силуэт померк, и я услышал голос Марии. «Леонард! Леонард, очнись!» — кричала она, стоя передо мной. Я пришел в себя. Мария держала кристалл в руках и пыталась привлечь мое внимание. Зайдя в каменную комнату, я увидел, как из щели в проходе, заваленном камнями, вылезают костлявые руки скелетов и размахивают мечами. «Пробуждающий от смерти? Чёртов старик! Как нам теперь выбраться отсюда?» — кричала Мария, подняв его с пола и схватив за одежду. «Здесь есть другой тайный выход! Кости не знают!» — зажмурившись, говорил он. «Где?» — рявкнула она. Старик указал рукой на какой-то небольшой шкаф. «За ним есть проход! Быстро! Нужно отодвинуть его!» — все ринулись к шкафу. Старик снова не обманул. Там действительно оказался проход. Не раздумывая, мы помчались по темному туннелю, который вел по кругу куда-то наверх. Через несколько мгновений мы оказались на самой вершине острова. «Куда дальше?» — спросил один из охотников, глядя вниз. «Сюда!» — махнул рукой Генри и начал спускаться с горы по узкой тропе. Нам пришлось основательно попрыгать по камням, чтобы спуститься с вершины. Внизу нам преградили путь небольшие, но старые деревья. Пробравшись сквозь них, мы выбрались к тому месту, где была наша лодка и вход в пещеру. «Тихо! Они нас не видят!» — шепотом произнесла Мария, вглядываясь в темноту пещеры и прислушиваясь к происходящей там возне. Мы, стараясь не шуметь, подбежали к лодке. К несчастью, скелеты все же заметили нас и побежали по берегу. Тич нацелил на них свой трофей. Когда мы почти столкнули лодку на воду, прозвучал очередной немыслимый выстрел, который сбил несколько скелетов, разбивая их костные тела на множество осколков. «Скорее в воду! Они не умеют плавать!» — кричал Генри. Мы отплывали от острова, а скелеты провожали нас, кровожадно размахивая своими клинками. Итак, еще один кристалл был у Марии. «Надеюсь, теперь она отвезет меня к волшебнице?» — думал я про себя. «Может, она даже поможет найти мне картину?» Но долго предаваться мечтаниям мне не удалось. Мы подплывали к джунглям. Вместо привычного песка всюду была вода. Она покрыла даже стволы деревьев на берегу. «Сегодня большой прилив. Редкий. Он утопит деревья!» — бормотал Генри. «Интересно, команда на корабле успела закончить ремонт? Нам предстояло это выяснить». Глава десятая «Судьба». Уровень воды заметно поднялся, и мимо нас уже проносились листья верхушек деревьев. Мне не доводилось никогда раньше видеть такого стремительного прилива. Он начинал отчасти напоминать потоп. Сверху что-то громыхнуло. Я не сразу сообразил, что это началась гроза, которую принесло с собой зависшее над скалой темное облако. С очередным ударом грома по воде и листьям деревьев зашелестел дождь. Солнце затянулось тонкой пеленой белых облаков, и тут мы увидели корабль. Он уже на плаву. Значит, матросы все-таки успели закончить ремонт. Деревья остались позади, и оставалось доплыть совсем чуть-чуть, как вдруг краем глаза я заметил темный силуэт огромного крокодила, проносящегося под водой. «Вы видели это?» — скрикнул я. И тут же по дну лодки раздался сильный удар. Он был настолько мощным, что подбросил ее кверху, вытряхнув всех сидевших в ней людей. Повезло лишь старику Генри, который уцепился за одну из лавок и остался на плаву. Остальные же оказались за бортом, а вокруг нас плавало создание, нацеленное только на одно — убивать. Мы беспомощно барахтались в воде. Возвращаться обратно к лодке было бессмысленно. Вокруг меня болтались головы, со страхом озирающиеся по сторонам и всматривающиеся в дно. Я быстро нашел взглядом Марию и поплыл к ней, по пути что-то задев своей ногой. Оказалось, что монстр был прямо под нами. На короткое мгновение вместе со страхом ко мне пришло облегчение, что крокодил не сцапал нас. Но надолго ли? Плывем к лодке, испуганно сказала Мария, сплевывая воду. Тем временем крокодил сделал очередной заход и схватил одного из охотников. Коротко вскрикнув, наш человек ушел под воду. По воде пошли пузыри. В какой-то момент охотник резко вынырнул, издавая истошный вопль, а потом резко ушел назад. Еще через мгновение по поверхности разошлись багровые круги. С корабля нас давно заметили и уже сбрасывали канаты с веревочными лестницами. Для Арагона даже скинули специальный мешок, в котором ее можно было поднять. Мы с Марией подплыли к лодке. И только было потянулись к ней, чтобы уцепиться за борт, как лодка подалась вперед, и наши руки поймали лишь пустоту. Лодка стремительно отдалялась. В ней сидел Генри и вовсю греб веслами. Генри! Чертов старик!